здравствуйте у нас на связи предприниматель евгений чичваркин евгений здравствуйте здравствуйте простите я очень сильно у меня грипп очень сильный голос я буду стараться говорит микрофон да я вот как раз хотел начать вопрос с комментария который у нас телеграме появился и наша зрительница леся она спрашивает и пишет и спрашивает я зачитаю как есть очень хотелось бы узнать мнение прогноз евгения что будет дальше каждый раз думаю что это одно больнее не будет но в очередной раз такого рода новости способны эмоционально убивать и лишать какой-либо надежды ворота открылись теперь они распахнуты настежь что будет дальше у вас есть ответ на этот вопрос дались ну мне кажется что это не дно к сожалению сожалению этот режим не остановится он может существовать только грубо говоря в агрессивном насилии будь то в отношении своих оппонентов или отношении соседней страны не война не остановится не репрессии не остановится более того они судя по всему из-за бездоказанности будут только хуже в каком моменте это все закончится я не оракул что предсказать но я не вижу никаких сил которые остановят путина сейчас может быть новый президент сша может быть министр иностранных дел польши сказал что путин над нами издевается он смеется он чувствует свою безнаказанность это он демонстрирует сейчас вы согласны абсолютно стоплиц как ему это удалось то есть он понял что это такая очень примитивная логика что вы мне сделаете получается что он понимает что ему никто ничего не может делать сейчас до на разных играя на разных слабостях постепенно год за годом концентрируя власть в одних руках запугивая убивая подкупая обещая обманывая он сконцентрировал феноменальную власть в своих руках и теперь издевается именно так не добавить не прибавить убийство алексея навального в тюрьме это вот часть этого плана по издевательству над всеми до демонстративно показать все можем и нам ничего не будет а это убийство циничное жестокое убийство может что-то изменить опять же я понимаю что глаза открытые у запада в том числе там много умных людей они все понимают это может стать стимулом который позволит еще после войны начала войны еще один стимул для того чтобы что-то делать в отношении этого режима ну посмотрим дадут f16 они дадут дадут какие-то ракеты которые летают далеко не дадут внутри российской политики у нас вероятно есть новый лидер оппозиции который может прилично всех объединить серьезным достаточно как ни у кого доселе не получилось вероятно но я оцениваю эту вероятность как значку юлия навальная да вы успели с ней поговорить убийство алексея сразу же конечно вот ее обращение ее заявление но очень сильно очень мощно конечно продолжение дела приходилось слышать такие точки зрения что пусть и на самом деле убил навального потому что боялся на варе июля навальна продолжение алексея навальна давайте дождемся расследования потому что видимо есть что сказать есть какие-то воды которые требуют доказательств сейчас и давайте дождемся расследования почему убийство произошло именно сейчас они раньше или позже я думаю что вы скоро узнаем анастасия пишет нам в телеграме спасибо евгению за то что однозначно поддержал юлию навальную мое соболезнование о потере друга верят ли евгений в реальность обмена оставшихся в руках убийц политических заключенных илья яшина владимира карамурзы в первую очередь хватит ли у мировых лидеров воля для того чтобы осуществить такой обмен у мировых лидеров нет воли украину защитить я не знаю на кого бы поменяли яшина карамурзу менять не будут путин не будет менять карамурзу он его будет убивать в тюрьме дальше потому что человек на очень хорошем английском который может выступить парламенте великобритании в госдепи сша написать огромную развернутую статью со смыслами на хорошем английском языке путину не нужен за рубежом поэтому менять него не будет для путина это еще важно что о нем подумают что о нем даже скажут потому что мне ну то есть все красные линии которые только могли быть кроме ядерной они пересечены не все кроме ядерный и все еще но если бы не было важно кто что говорит они бы не нажаловались вчера вся бета-ферма нажаловалась twitter одновременно так как у юли навальный был новый аккаунт то твиттер его заблокировал из количества жалоб если бы им было все равно они бы не спалили бы сотни тысяч долларов на налоговых сбережений на то чтобы поддерживать какой-то фон в эфире положительный а если бы ему было ну допустили бы надеждина или дунцову а лучше и одну и ну то есть если бы путина был бы уверенный в себе он допустил бы и надеждин и дунцову то есть если был бы сурков например он бы допустила обоих чтобы они между собой еще попилили либеральный электорат а эти для них очень важно именно чтобы с рекордной явкой с рекордным одобрением победить чтобы это было 80 процентов важно важно даты важные цифры важны но нам в чекистские мозги не залезть они ну как какие перверсивные достаточно извращены анастасия спрашивает тоже в телеграме поддерживает ли евгений отношения с ройзманом если понимание его реакция на происходящее кройзман отношусь большим уважением с поддержкой иногда мы в твиттере пересекаемся и в целом но строго всегда на одной мне кажется на стороне баррикад я как и три года назад так и сейчас очень за него боюсь потому что он как человек с совестью не может и высказываться и тогда его промариновав домашнем аресте как бы предупредили я очень боюсь что власти до него доберутся но опять-таки никуда выезжать тоже не хочет к сожалению здесь как раз просит прокомментировать реакцию на аркадия бабченко есть как раз комментарий вы очень четко и эмоционально отправили аркадия бабченко по одному известному адресу и это произошло после того как он написал пост а юлии навальный вот здесь как расспрашивает о вашей реакции то есть почему так отреагировали и почему вообще на бабченко обратили внимание ну я его как там условно поддерживал ну смотрите птср это болезнь ее нужно лечить это больной человек но он так или иначе его приглашали там на наш вильнюсовские конференции прочее так или иначе он условно вписан в оппозиционный мир вот и так или иначе его кто-то слушает цитирует это просто абсолютно невозможно невозможно пропускать мимушкой поэтому я эмоционально отреагирую я вообще не так много людей послал аня спрашиваешь вас евгений каким вы видите будущее россии после решения юлия продолжить дело алексея навального грядут ли перемены если нет поясните пожалуйста почему кроме решения юлия есть еще огромное количество факторов огромное количество факторов которому могут влиять на будущее это санкции против нефти будут они или нет это поддержку украины это экономические последствия этих двух факторов россии это выборные циклы в великобритании европе и штатах много много чего влияет кроме если даже юля будет безошибочно подбирать слова и объединит всех вокруг себя что чего бы я очень хотел и очень ей желаю все-таки это еще это авторитарный режим большим уже количеством признаков тоталитар поэтому вот так по щелчку или на выборах или усилием воли и путина не сдвинешь жабу жаба с нефтяной трубы сама себя не сбросит цитирую лёшу поэтому от многого зависит но очень было бы здорово если была позиции был понятный единый лидер но сегодня по тем реакциям которые есть все таки есть ощущение что действительно оппозиция может объединиться мы видели заявление михаила ходорковского он говорит что готов поддержать но лидеры там все таки должны быть разные как я понял его комментарий что вы думаете вот какой потенциал сейчас замечен в этом смысле опять таки если грубо говоря будет хоть какой-то общая совместная реакция на следующее преступление путь то можно сказать что все идет в правильную сторону еще вопрос от ксения здравствуйте евгений вы всегда даете очень точные прогнозы но к сожалению они негативные если у вас какой-то положительный прогноз взять мой отец 40 лет работал гражданским пилотом в крайне сложных условиях север и антарктиды и дальнего востока уголь заставной закон метеорологии звучит так что после плохой погоды приходит хороший хороший плохо и это наверное основной если просто нужно дождаться когда дожить когда будет хорошего вот в совершении поскольку понимаю что все таки здоровье и нужно дать вам возможность отдохнуть вот вопрос который от нашего зрителя еще зачитаю спрашивает по поводу слабых мест путина упоминают в очередной раз алину кабаеву в этом контексте потому что было расследование а если на что можно надавить вот если у запада какие-то болевые точки на которые он может надавить через родственников через там за близких и опять же контекст ну конечно нет это это во-первых мелко и мерзко давить по путина через алину кабаеву а через цену на нефть и танкерный флот это было бы круто и эффективно но судя по всему запада нет поле и смелости давить через дочерей или гражданскую жену это мелко мерзко и ни к чему не приведет денег на войну и денег на найм людей на войну лишать именно путина денег не россия не бороться с россиянами которые пытаются уехать из россии а именно с путь ну что ж будем следить за развитием событий мы благодарим вас что вы нашли время спасибо больше выйти к нам в эфир спасибо вам и до следующего раза все до до следующего раза до свидания до свидания до свидания а а и Редактор субтитров А.Семкин